Здравствуйте! 1 июня 2019 года, для некоторых уже сегодня, для тех, кто начнет смотреть видео, как только оно появится завтра, начнут действовать российские ограничения в отношении поставки нефтепродуктов на территорию Украины. Напомню, речь идет не о полном запрете, а речь идет о том, что каждая операция должна получать разрешение у правительства Российской Федерации. Украинский рынок, по крайней мере, сжиженного газа уже отреагировал, то есть возникли определенные панические настроения, и цена возросла примерно на 30% на сжиженный газ для автомобиля, для заправки автомобиля. Возникает вопрос, будет ли коллапс для Украины, и возникает вопрос, что Украине с этим делать. Как бы там ни было, несмотря на то, что этот кризис продолжает развиваться, и он будет, потому что, я говорю, продолжает, потому что кризис начался еще в апреле месяце, как я отмечал, это посыл не старому правительству, это посыл к президенту Зеленскому, я более чем уверен, что Украина может выйти из этого кризиса в позициях, которые значительно отличаются в сильную сторону от тех, которые существуют сегодня. Причем эти позиции касаются не только нефтепереработки, но также политического позиционирования и контактов с другими государствами. Почему так? Давайте разбираться. Для начала, пункт номер один. Насколько может быть глобальным, насколько может быть сильным кризис? На первый взгляд, все действительно серьезно. То есть, с одной стороны, если смотреть статистику украинского рынка нефтепродуктов, то в 2018 году до 40% рынка по дизельному топливу занимали поставки из Российской Федерации и 35-36% по жиженому газу, это тоже были поставки из Российской Федерации. То есть, эти поставки теоретически могут исчезнуть. Почему я говорю могут? Потому что в полной мере они, скорее всего, не исчезнут. Дело в том, что одним из основных поставщиков жиженого газа и дизельного топлива на территории Украины являются структуры, подконтрольные куму Путина, господину Медведчуку. Соответственно, учитывая интересы Путина в Украине, в украинской политике, лишать Медведчука доходов как раз-таки на фоне избирательной кампании в парламент, это было бы, мягко говоря, глупо. Поэтому я более чем уверен, что сами поставки именно в полном объеме не исчезнут. То есть, будет определенное уменьшение. Причем Медведчук будет играть на уменьшение. Параллельно с этим, сохраняя уровни своих доходов за счет увеличения цены. И это создает, назовем так, политическое давление на новую украинскую власть. Почему? Потому что это паника на рынке. И учитывая, что дизельное топливо и жиженый газ, это основные виды топлива, которые заправляются в коммерческие автомобили и вооруженные силы, я имею в виду по дизельному топливу, само собой что-то породит панические настроения, само собой что-то может породить, среди прочего, рост цен на другие товары, которые доставляются в автомобильный транспорт, то есть, считая все товары, рост цен для конечного потребителя. И, естественно, это породит политические обвинения, или станет причиной политических обвинений в сторону господина Зеленского, президента Украины. Почему так? Но дело в том, что вторым выгодополучателем за счет роста цен будет являться Игорь Коломойский, владелец Кременчугского нефтепрорабатывающего завода. Точнее, человек, который контролирует Кременчугский НПЗ. И, естественно, что для Коломойского это дополнительные доходы. И, само собой, что кроме простых обвинений, что Зеленский спровоцировал кризис, либо при Зеленском этот кризис развивается, будет дополнительное обвинение в том, что на этом зарабатывает Коломойский. Кризис, теоретически, может быть еще более глубоким, если принять во внимание то, что основные страны, которые поставляли топливо на территорию Украины, они еще не оправились от другого кризиса, связанного с некачественной нефтью. В нефтепроводе дружба. Напомню, что и Беларусь, и Польша, то есть польская компания Орлен, польско-литовская точнее, и венгерские, и словацкие, и чешские производители вынуждены были ограничить или уменьшить объем производства топлива, и, соответственно, сейчас они пытаются наверстать упущенное, в первую очередь выполняют долгосрочные контракты. Поэтому в случае выпадения, например, российских объемов на украинском рынке вряд ли не смогут оперативно их компенсировать. То есть это дополнительная проблема. Возникает вопрос, а может ли украинская нефтепереработка компенсировать выпадающие объемы? Причем этот вопрос, он не праздный, он не на пустом месте, потому что я уже слышал заявление о том, что ура, мы загрузим наши НПЗ, и все будет прекрасно. Все это, конечно, прекрасно, но есть такая проблема, как техническое состояние украинских нефтеперерабатывающих заводов. Вместе с Щебелинским ГПЗ в Украине есть 7 НПЗ. Из них работает Щебелин, как я уже сказал, и Кременчук. При этом давайте поговорим о статистике Кременчуга. То есть сколько точно Кременчук перерабатывает нефть, неизвестно. Но зато известна, назовем так, структура продукции, которая выходит в Кременчуге. В общей структуре продукции в Кременчуге более 39%, если быть точным, то 39,7% по статистике 2017 года занимал мазут. То есть это не есть нефтепродукты высокостепени очистки. Это не есть легкие нефтепродукты. То есть это не бензин, не дизельное топливо. Во многих других странах мазут считается отходом производства. Кременчуге считает его нормальным продуктом. Соответственно, чтобы покрыть дефицит выпадающих российских, это порядка 4 миллионов тонн в сумме, выпадающих российских объемов, Кременчугу придется переработать достаточно большие объемы нефти, которых в принципе нет. Но даже если эти объемы будут в Кременчуге, возникает вопрос в сложности переработки, то есть в эффективности. Дело в том, что эффективность Кременчугского МПЗ, она была и сложностью, она была достаточно высокой и прекрасной. Ну где-то в конце нулевых, то есть в 2009-2010 году он был более технически сложным, чем большинство российских заводов до сейчас. То есть если брать, например, индекс Нельсона, то Кременчуга по состоянию на 2013 год он составлял 6,6-6,7. Среднее по России было 4,5. Однако с 2012-2013 года в Кременчуг практически не вкладывали средства в модернизацию. То есть за все это время, ну в лучшем случае, суммарно и до 2014-го, после 2014-го было вложено, ну не более чем 60-70 миллионов долларов. Для сравнения, только белорусские МПЗ в Новополоцке и Мозырске за 2016-2019 годы было суммарно вложено в модернизацию более 2,3 миллиарда долларов. То есть капитал в вложении в Кременчуг, но как минимум в 50, если не в 100 раз меньше. Если брать, если в 100,3 года последних, то более чем в 100 раз меньше, чем в Беларуси. Соответственно, до начала последнего этапа модернизации в Беларуси индекс Нельсона, то есть индекс сложности нефтепроводящих заводов составлял 7,7 для Мозыря и 9,2 для Анафтана. После модернизации для Мозыря будет 11,9 из 20 возможных для Анафтана, если не ошибаюсь, 10,2. Выход светлых нефтепродуктов более 80%, а при оптимальной загрузке более 90%. Вот вам и ответ. То есть в одном случае светлые нефтепродукты занимают хотя бы 60%, а в другом случае даже пусть более 75-80%. Это уже две большие разницы. То есть эффективность переработки нефти намного больше. Исходя из этого, даже если закачать нефть на Кременчуг, его проектная мощность, это по данным 60-х годов, как он строился, 18,6 миллионов тонн в год, реальная, сегодня номинальная, по разным данным, от 7,2 до 10,5 миллионов тонн. То есть даже Кременчуг, работая на полную мощность, он все равно не удовлетворит все потребности украинского рынка. Восстанавливаются, скажем так, старые заводы, но, прошу прощения, самые новые из них, Одесский, там выход светлых нефтепродуктов не превышал 50%. То есть это просто экономически неэффективно. Грубо говоря, Украине необходимо либо, необходимы либо большие деньги в модернизацию, либо строительство новых НПЗ, что более выгодно. Таким образом, на сегодня мы имеем угрозу, с одной стороны, дефицита топлива, угрозу роста цен, и есть необходимость, как минимум, построить НПЗ, решить эту проблему. При этом, говоря об угрозе, я утверждаю, что не все так страшно. Почему так происходит? Первое. Полного прекращения поставок не будет. Почему я уже сказал касательно Медведчука? То есть Медведчуку нужны деньги. Это, по крайней мере, на протяжении ближайших трех месяцев. Второе. Второй пункт – это статистика внешней торговли нефтепродуктами. То есть, если посмотреть статистику за январь-апрель, то Украина импортировала на 21% больше нефтепродуктов, чем за аналогичный период 2018 года. То есть, определенный запас нефтепродуктов у нефтетрейдеров в Украине есть. Третье. Начались поставки из, скажем так, нетипичных стран. То есть, пришли первые танкера из Турции и из Индии. Естественно, учитывая, что дизельное топливо этими танкерами доставляется издалека, естественно, что стоимость логистики больше. Но, как минимум, наличие свободных объемов не позволяет вызвать панику на нефтяном рынке. То есть, оно, по крайней мере, держит цены в приемлемом уровне. И это уже хорошо. Однако, возникает вопрос, что же делать дальше? А дальше у нас есть несколько групп задач. Задача номер один. Задача номер один. Это в краткосрочной перспективе не допустить панику, не допустить дефицита. Вторая задача. Это не пойти на поводу у Российской Федерации. То есть, для чего Российская Федерация создает такую ситуацию? Чтобы иметь лишний козырь диалоги с Украиной, о чем я уже говорил в одном из своих предыдущих видео, а параллельно, чтобы создать условия для возврата Медведчука в схему, скажем так, украинской политики. Потому что Медведчук прекрасно себя чувствовал при Петре Алексеевиче Порошенко. Напомню, что именно в это время он создал свою нефтяную империю. Это 16-17 год. Именно в это время обсуждался вопрос, и это, кстати, обязательство Украины по договору об ассоциации, создание Украине резерва, стратегического резерва нефтепродуктов. Но в 17-18 году, когда Медведчук снова-таки монополизировал часть рынка, о государственном резерве никто уже не говорил. То есть, удивительное совпадение. Ну и в конце концов, те же самые даже прямые рейсы в Москву и покупка телевизионных каналов. То есть, как что бы ни говорили, но Медведчук чувствовал себя вполне комфортно. Он был в схеме украинской политики. Можно говорить, в роли там дьявола, адвоката дьявола, как бы там ни было, но он был в схеме. Сейчас у нас схемы выпадают. Естественно, задача Путина вернуть его в схему. Задача, соответственно, президента Зеленского не допустить этого. И вторая часть, это не допустить для Зеленского усиление Игоря Коломойского, потому что, как бы там ни было, дополнительный вызов. И кроме всего прочего, во время предвыборной кампании, во время определенного все-таки повышения цены на нефтепродукты, которые могут случиться, не допустить того, чтобы Зеленского обвиняли в игре на Игоря Коломойского. Это политическая, скажем так, составляющая. Экономическая. Экономическая составляющая, это все-таки решить вопрос создания банка нефтепродуктов, решить вопрос покрытия дефицита. Но для этого нужно нефть, нужно сырье. То есть, где его перерабатывать? Это уже все равно, либо на своих заводах, либо на чужих, но если нет нефти, нету нефтепродуктов. Возникает вопрос, где его взять? И вот тут достаточно интересно, что из потенциальных поставщиков есть Азербайджан, который уже поставляет на Кременчук. По контракту будет поставлять до 2021 года 1,3 миллиона тонн. Это после того, как он, скажем так, выкупил у Коломойского один из нефтяных терминалов на Черном море. Окей. Сакар Азербайджан поставляет. Но Азербайджан не такие большие, скажем так, объемы дополнительной нефти, потому что большая часть законтрактована уже либо Россией, либо Турцией. Возникает вопрос, где взять? И вот тут вот смотрим на соседние страны. То есть, ключевой вопрос в том, что нефтеперерабатывающий завод достаточно сложная штука. Говоря простым языком, переделать технологический процесс под новый сорт нефти, это возможно, но это дорого. Если ты покупаешь малые партии, то никто ради малых партий этого делать не будет. Таким образом, учитывая, что во всем регионе нефтеперерабатывающие заводы работают либо на Уральсе, либо на смеси Уральса с Азер и Лайт, либо схожими, назовем так, сортами нефти, значит, необходимо искать подобие. Подобие есть. В Казахстане и тяжелая нефть, аналогично Уральсу и легкая, есть в Саудовской Аравии, я имею в виду государство, где есть свободный объем, потому что, например, Казахстан, он существенно растил объемы добычи, и по торговле на внешних рынках он уже превосходит Азербайджан. Есть в Судане, есть в Алжире, есть в Катаре, то есть выбор достаточно большой. Но, если Украина будет покупать даже те же самые 2 миллиона тонн для Госрезерва, это вопрос не решит. Почему? Потому что это малая партия, и, соответственно, цена будет большая. И вот тут возвращаемся к такой вещи, как кризис на нефти проводят дружба, и к чему он привел. Напомню, что в результате подачи за кризис на нефти уменьшили свои объемы производства, то есть терпят убыток белорусские НПЗ, польские, литовские, чешские, словацкие, венгерские, причем Венгрия, Чехия, Словакия и Польша вынуждены даже отбирать нефть из своих стратегических резервов. Соответственно, этот кризис, он подстегнул все страны региона к поиску альтернативы российской нефти. Не полного замещения, но как минимум частичного. И если Беларусь, она рассчитывает покупать от миллиона до двух миллионов тонн нефти уже в следующем году, ищет возможности, пытается договориться с Казахстаном и так далее, с тем же Азербайджаном, Украина может добавить свое, и вот тут давайте заниматься арифметикой. Параллельно определенный интерес есть у польского Орлена, а это на минуточку не НПЗ в самой Польше и в Литве. То есть это тоже 1-2 миллиона тонн нефти. Есть интересы у Чехии и Словакии, это их где-то 0,5-1 миллиона тонн нефти. Есть интересы у Венгрии, это тоже около миллиона тонн нефти, в перспективе до двух. Это все страны, которые сегодня получают нефть по дружбе, по нефтепроводам дружбы. Есть, естественно, интересы у Украины, это от 2 до 3 миллионов тонн нефти, но при наличии финансовых ресурсов. Что в результате мы имеем? А в результате мы имеем достаточно забавную, интересную картину, когда если все страны свои потребности совместят, как говорится, в один пул для покупки, мы получаем возможность говорить о поставках от 8 до 10 миллионов тонн нефти уже в следующем году, либо через год. Это уже достаточно интересные объемы для стран, которые добывают нефть. И на таких объемах можно требовать каких-то уникальных условий, либо можно просить определенную скидку. То есть, условно говоря, нефть будет дешевле на входе. Вопрос, как эту нефть поставлять. Первый. Говорим о Казахстане, у которого эти объемы есть. Или Казахстан может на них выйти при наличии твердого контракта на несколько лет вперед. На сегодня Казахстан поставляет свою нефть либо по транскоспийскому нефтепроводу в Новороссийск. Либо по танкераме до Азербайджана, далее трубопроводам до порта Поти. Это легкая нефть, серси-бленд. Либо тяжелая нефть, схожая на Урал, споставляется через часть системы транснефти в порты возле Санкт-Петербурга. Таким образом, что мы имеем в результате? В результате мы имеем, что если с Казахстаном, например, для покупки казахской нефти есть основная проблема, это Россия. Но если есть большие объемы, Россия теоретически может потесниться. По крайней мере, разговаривать можно и разговаривать будет не мы, будет Казахстан. Окей. В крайнем случае, есть такие вещи, как порты, есть танкеры. Если говорим об Азербайджане, танкера. Если говорим о Саудовской Аравии, танкера, Катар, танкера и так далее. Но есть еще одна очень интересная особенность во всех этих странах, которые могут выступать потенциальными продавцами. Это Соединенные Штаты Америки. А именно, в Казахстане значительную часть добычи ведут американские компании. В Азербайджане американские компании, в Саудовской Аравии американские компании плюс в Саудовской Аравии стратегический партнер. И так далее и так далее. Что в результате мы можем получить? В результате, соответственно, и задача для господина Зеленского, это на ближайшее время политическая задача объездить столицы соседних государств. Поговорить о создании, ну если можно так сказать, нефтяного консорциума, назовем его так. То есть какого-то союза государств, которые будут заниматься хотя бы совместной покупкой нефти. Второй маршрут господина Зеленского, то есть после Будапешта, Варшавы, Минска, второй маршрут господина Зеленского. В Казахстан? Не, ребят, туда не надо. Второй маршрут в Вашингтон. И в Вашингтоне можно же говорить следующим образом. Говорить о помощи в покупке нефтепродуктов. Все равно откуда. То ли это будет Савудовская Аравия, то ли Казахстан, то ли Азербайджан. Но говорить не в привычном тоне последних пяти лет, когда мы любим демократию, у нас был Майдан, на нас напала Россия, у нас анонсировала территория, помогите нам, пожалуйста, деньгами, дайте еще нет. То есть это тот формат, в котором мы говорили до этого. А можно говорить по-другому. Ой, ребята, знаете, мы вот тут вот решили с еще несколькими государствами создать нефтяную консорцию, которая разрушает монополию России на поставки нефти в регион. А это значит, что Россия будет иметь меньшее влияние. А это значит, что большее влияние будут иметь все наши государства. Это значит, что Украина выходит из-под влияния России еще больше, за собой еще тянет, кстати, Беларусь. Но параллельно с этим усиливаются Венгрия и Польша, которые вы в Вашингтоне воспринимаете качество своих основных союзников. А вот да, ну, естественно, Украина еще воюет с Россией и дополнительный источник нефти сделает нас секунду. Согласитесь, что во втором случае позиционирование Украины намного более интересное, потому что это позиционирование отвечает интересам Соединенных Штатов Америки создавать региональный союз, который будет решать местные проблемы. Что такое региональный союз? Венгрия, даже Украина, Польша, про Беларусь пока забудем, там, Словакия. Это союз государств, которые ставят, в первую очередь, на Соединенные Штаты Америки, которые в Европейском Союзе будут противовесы Германии. Что сегодня пытается делать Польша сама по себе. Кстати, при поддержке США. Интересно это Штатам? Интересно. Украина инициатор? Инициатор. То есть, таким образом, мы принуждаем Штаты либо предлагаем им действовать не ради наших интересов, которые не до конца, не до конца понимают, а ради своих собственных стратегических интересов Европе. То есть, мы говорим, что мы решим ваши проблемы бодания и с Россией, и с Германией, но решим без ваших сильных капиталовложений. Вам только нужно к нам немножко прийти. То есть, согласитесь, намного сильная позиция и она достаточно интересная. И в связи с этим можно рассчитывать на то, что Штаты, как минимум, всерьез рассмотрят предложения и просьбы о помощи. И с достаточно большой долей вероятности они могут помочь. Таким образом, первый этап проблемы, а именно ликвидация дефицита и создание условий, чтобы он не возник, он может быть завершен. То есть, в Украине необходимо будет срочно сформировать государственные лидеры нефтепродуктов, Украина увеличивает поставки нефти на свой рынок, Украина начинает поставки нефти на рынки других государств. Тут возникает вопрос, сто примеров, а как? А вот как? Тут мы вспоминаем еще про одну интересную вещь. А именно, помните такой фейсиш господина Ющенко нефтепровод Одесса-Броды. То есть, это труба, по которой может перекачиваться нефть в объемах до 14,5 миллионов тонн в год, но который сегодня проставит. И теперь вспоминаем, Бенгрия, Польша, Словакия, Беларусь, это все государства, которые сидят на нефтепроводе Дружба. Нефтепровод Одесса-Броды врезается в нефтепровод Дружба. Дальше, какая схема? Даже если нефть приходит танкерами, в Одессе она загоняется в нефтепровод. Дальше она идет до Брод. Из Брод венгерская часть отправляется нормально Аверсом по южной части Дружбы. Остальная нефть идет реверсом до Мозыря по одной из ниток. В Мозыре Беларусь забирает свою часть, а остальное отправляется в Польшу польскими потребителями. Все довольны, все в плюсах. То есть, это заодно нефтепровод Одесса-Броды из актива, который генерирует убытки из года в год, он превращается в очень выгодный бизнес-проект. Потому что серьезная прибыль наступает при перекачке от 2 миллионов тонн нефти. А мы говорим об объемах от 8 до 10. Это уже достаточно серьезные деньги. В которые Украине, кстати, не помешают. В том числе на создание государственного резерва нефтепродуктов. И, наконец, второй этап. Второй этап, это как бы там ни было, можно долго говорить о соседях, потому что в той же самой Беларуси можно перерабатывать нефтеподавальческой схеме, платя только за переработку. Но в Украине как воздух нужны собственные нефтеперерабатывающие заводы. И второй этап, это тоже разговор с Соединенными Штатами Америки. То есть, если Украина все-таки идет по пути реформ, реформирует свою экономику, создает хорошие условия для инвесторов, что мы имеем. А мы имеем, что уже где-то в 2021-2022 году может быть следующее дело. К Украину приезжают в Соединенные Штаты Америки и приглашают американские нефтяные компании построить в Украине нефтеперерабатывающий завод. Возникает вопрос, согласятся ли они? А давайте теперь вместе подумаем. Итак, нефтяные компании смотрят, что нефть, которую добывают в том числе они, в объемах от 8 до 10 миллионов тонн входит в регион, на местные НПЗ. нефтяные компании видят растущий рынок нефтепродуктов в этом регионе. Нефтяные компании видят недостаток или же нехватку современных мощностей для переработки. В таком случае надо быть идиотом, чтобы не прийти в этот регион. Исходя из этого, в принципе, даже такие большие планы глобальные в перспективе двух-трех лет они вполне возначны. Как это сделать? Ну, во-первых, меньше слов, больше делать. То есть просто не говорить, а делать. Это значит, что как минимум господин Деренский после первого визита в Брюссель должен а. объехать столицы соседней государства, как бы там ни было соседей на первом месте, б. предложить им такую возможность сотрудничества, б. завершить тлеющие конфликты, по крайней мере, по Севенгрии и Польши, причем это можно сделать используя ту же самую нефтяную тему, то есть предложив асимметричный вариант решения. То есть, ребята, мы создаем новые условия для вас все вместе, но, извините, вы в таком случае снимаете часть своих претензий, например, как венгрию по национальным меньшинствам, либо еще что-то, ну и плюс дать там парочку видимых сигналов, просто политических. И на первом этапе выйти на бездефицитный, скажем так, вариант работы по нефтепродуктам, выйти на формат создания альтернативы поставок сырой нефти на НПЗ регионов и на втором этапе решать свои вопросы по развитию собственной нефтепереработки. Все возможно, главное делать. А если будешь делать, то, как говорится, все будет Украиной. На этом у меня все. Если видео понравилось, лайкайте, обсуждайте, не понравилось, тоже обсуждайте и, естественно, не забывайте подписываться на канал. Всего вам наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok